Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И сегодня мы обсуждаем тему «Электронные государственные услуги». Сразу скажу, телефон студии 6510-99, 6, код Москвы 495. Вы также можете ваши вопросы, мнения, комментарии написать на сайт Финам.фм или, как я уже говорила, позвонить нам в прямой эфир. У меня сегодня в гостях Игорь Соловьев, начальник управления информатизации связи Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Как говорил коллега Владимир, сейчас до меня в прямом эфире Финам.фм Рабочий день продолжается. Мы обсуждаем сегодня действительно интересную тему. И начать я хотела именно с тех электронных услуг, которые предлагает именно Высший арбитражный суд. Потому что я считаю, что эти услуги, во-первых, фантастические, не побоюсь этого слова, и позволяют делать многие вещи, которые еще несколько лет назад с трудом мы, в принципе, могли реализовать. Они всегда могли, откровенно говоря, реализовать предоставленными нам правовыми инструментами. Я имею в виду информационные системы, хотя и не только. И вот в первую очередь мне хотелось бы попросить вас, Игорь, расскажите, а что мы можем сейчас сделать через интернет, пользуясь теми сервисами, которые предоставляет сайт Высшего арбитражного суда? Арбитр.ру. Напомню нашим слушателям. Что можем сделать полезного? Да. Сейчас можно сделать все. Я бы хотел сделать комментарий, что это не только Высший арбитражный суд, а любой арбитражный суд Российской Федерации. Для удобства мы как раз создали единый ресурс. Не обязательно заходить на сайт разных судов. Достаточно открыть сайт Высшего суда, арбитр.ру, и получить различные сервисы. Ну, такие как отслеживание дела, отслеживание состояния его дела, почитать судебные акты, посмотреть, какие были акты вынесены по каким-то делам. Можно сейчас даже подать документы в электронном виде в арбитражный суд и не приезжать никуда, и достаточно принять участие. Вот мы все помним, как замечательно было еще недавно, хотя и сейчас, честно говоря, тоже есть очереди, сразу скажу. Вот говорю про арбитражный суд города Москвы, чтобы подать туда документы, нужно реально отстоять очередь. Но сейчас эта очередь может быть, если она есть, иногда ее даже нет. Но если она есть, это может быть час, полтора, ну два. Раньше нужно было приезжать рано-рано, сильно рано утром, как в любой государственный орган, для того, чтобы в принципе успеть их подать за этот день. Ну, кто-то отправлял по почте, но тем не менее, те, кто приезжали лично, вот в таком вот, ну, не побоюсь сказать, жутком режиме это удавалось. То есть сейчас, правильно ли я понимаю, Игорь, что в принципе можно направить и исковое заявление, и приложение к этому иску, то есть полностью совершить все действия по подаче иска через интернет, используя соответствующий сервис арбитражного суда. Да, вы совершенно правы. И по имеющемуся делу можно дополнительные документы, да, тоже подавать. То есть никуда не ездить, не стоять вот эти безумные многочасовые очереди, которые, по крайней мере, были, сейчас действительно их уже нет. Наверное, благодаря этому в том числе. Ну, очереди, наверное, еще остаются, потому что электронная подача, несмотря на то, что инновация, многие боятся подавать, они еще не всегда верят в это. У нас сейчас психологическая проблема больше, не техническая, поэтому многие предпочитают ездить в арбитражный суд и стоять в очередях. Ну, плюс, может быть, есть то, что это время, иногда часто адвокаты себе приписывают в качестве почасовой работы. Поэтому им выгодно тоже отстоивать очереди, и, ну, к сожалению, это так бывает. Да, действительно, сейчас можно подать документы в электронный вид, причем подать их круглосуточно, не обязательно успеть на почту. Можно подать в последний день, в последнюю минуту, в 23.59 истечения срока можно успеть. Соответственно, все это будет урегулироваться нашими системами. Также вы будете автоматически получать сразу все уведомления о том, что когда суд получил документы, когда суд их зарегистрировал. В случае, если что-то не так, у нас есть процедура отклонения поданных документов, ну, примерно их отклоняется по всей системе 10%. Это ошибочные, неправильно перевернутые, ну, и так далее, и так далее. У нас есть там ограничения. Соответственно, суд может тоже отклонить, но эта причина отклонения видна, ее можно исправить и подать еще раз. А вот тогда, интересно, сразу вопрос возникает. Честно скажу, я не ездила уже много лет, так как у меня всегда все равно курьеры ездили подавать, я не приписываю себе это время. Но при том, что я с компьютером на «ты», я вот тоже, вы сказали о психологической проблеме, я еще ни разу в жизни, при том, что я прекрасно знаю об этих сервисах, не подавала ни искового заявления с приложения, ни даже дополнительных документов через эти сервисы. Я как-то вот на них смотрю, думаю, надо попробовать. Но дело важное, думаю, нет, я лучше с бумажками там отправлю человека, который все это дело отвезет. И вот, собственно говоря, вопрос тогда, а сложны ли вот эти технические ограничения, что-то с переворачиваем связанное и так далее, какого рода эти ограничения и насколько легко ошибиться, чтобы документы были отклонены? И, соответственно, второй вопрос сразу пойдет, а если отклонены исключительно из-за технических моментов? То есть полномочия подтверждены, документ там исходит от нужного лица, но, тем не менее, они отклонены технически, и я потом их исправлю. Какова будет дата подачи? Ну, дата подачи будет новая, это, безусловно, отклоняется весь пакет. То есть вы подаете, когда не один документ, например, из кого из-за... То есть они к судье в дело в итоге не приходят просто. Да, если они отклоняются, но это сразу видно, то есть человек может исправить в течение нескольких минут. То есть он получил электронное уведомление о том, что документы его отклонены по каким-то техническим причинам. Ну, какие основные причины? Это либо документ нечитаемый, вообще невозможно понять, то есть сосканированный так, что даже текста не видно, или там очень большие как бы залысины и так далее. Либо документ перевернут, когда на 90 градусов, то есть сосканирован неверно. То есть вот эти основные замечания, которые у нас бывают... То есть совсем технический момент, который легко избежать. Я правильно понимаю, что если я, к примеру, подаю в последний день срока, почта закрыта, суд тем более, но тем не менее, если я это делаю хотя бы не в одну минуту с запасом, а там, я не знаю, в полчаса, я условно говорю, и я подаю, мне тут же система в краткий срок присылает уведомление, я успеваю это переделать. То есть все равно это не страшно ошибиться, мне не через сутки об этом сообщат. Или как это выглядит? Вот это просто важный момент. Нет, ну все же, погодите. Если вы подаете в последний день, в последний час... На свой страх и риск. Да, на свой страх и риск. Да, да, потому что у нас сидят операторы в судах, которые документ смотрят. Как же вы же правильно сказали, что в этот момент ночью никто не работает. Поэтому уведомление о том, что документы отклонены, вы получите только на следующий день. Ну или там, может быть, один-два дня иногда бывает. Поэтому в случае, если вы подаете в последний день, ну лучше не ошибаться. Тем более вы и так уже как бы, ну... Ну то есть мы просто говорим о том, что мы не забываем о своей собственной ответственности. Да, да. И в общем, если мы решили это сделать в последний день, либо используйте сервис, там, допустим, той же почты, опять же, если не хотите в очереди стоять, либо просто делайте это в рабочее какое-то время, а желательно и вообще в принципе не в последний день. Ну как это обычно и бывает. Если без вот забыть об этом сервисе, если вы на почту не успели, в последний день это ваша личная ответственность перед самим собой. А вот еще один момент, который очень интересен и который вообще, мне кажется, может быть, многим нашим слушателям интересен по поводу как раз другой сервис арбитражного суда. Судов, как вы правильно сказали. Почему я сказала арбитражный суда? Я говорю высший арбитражный суд, потому что все равно мы смотрим все это централизованно, заходим на сайт высшего арбитражного суда и там уже ищем все, что нужно по всем арбитражным судам Российской Федерации. Но тем не менее, вот эта вот история с отслеживаниями дел. Я бы хотела нашим слушателям подчеркнуть один момент, который вот сейчас пока у нас не прозвучал. То, что можно отслеживать не только те дела, которые уже есть в производстве, но можно отслеживать те дела, которые могут там появиться. То есть, по сути, например, по своей фамилии, но физических лиц мало, но тем не менее могут быть споры в арбитражном суде, либо по названию компании. То есть, фактически, правильно я понимаю, правильно ли я доношу до наших слушателей, что можно оформить определенного рода подписку. Это может делать абсолютно любой человек, не имея никаких специальных по большому счету и знаний, и допусков, каких-то разрешений, электронных подписей и прочего. Отслеживать любое дело, не только свое, то есть, не нужно доказывать, что это моя фирма или моя фамилия, а, например, вот меня интересует другая компания, у Ромашка Плюс, и я вот могу быть полностью в курсе. А как это работает? Совершенно верно. Мы сделали сервис, он называется «Электродный страж». Его идея, что без всякой практической регистрации нужно указать только свой электродный адрес, вы можете ввести в список отслеживания до 40 компаний. Это пока техническое ограничение, в будущем оно будет нивелировано, вообще убрано. Вы можете указать на именование компании, а в ближайшее время будет реализовано и ННУГРН, то есть, более четкое уже совпадение. Кстати, очень актуальный момент. У меня среди клиентов есть фирма с очень распространенным названием. Я каждый день получаю много писем от системы арбитражных суда, которые по всей России рассказывают мне, как они судятся, да, то есть, сложно. Да, вот это вот очень хорошее было. Как раз вы и правильно сказали, что этот сервис сразу смотрит все дела по всей арбитражной системе, то есть, не нужно, опять же, думать против, в каком городе вдруг против меня завели дело или там подали исковое заявление, я выступаю ответчиком, третьим лицом или иным лицом. Ну, то есть, вот этот сервис, он важен не только юристам, которые в силу своей работы, своих клиентов или своих работодателей отслеживают, но, в принципе, владельцам любого размера бизнеса, да, начиная от небольших компаний, маленьких или индивидуальных предпринимателей, ну и заканчивая большим бизнесом, там, наверное, уже юридическая своя служба этим занимается. Но, тем не менее, всегда можно знать, во-первых, все твои компании дочерние, связанные, интересующие компании, твои контрагенты. А вот насчет контрагентов, насколько я знаю, в принципе, я активно пользуюсь этой базой данных, я думаю, что мы на ней сегодня подробно остановимся, и мне кажется, как всегда, мы не успеем обо всех важных государственных услугах поговорить. Но, тем не менее, можно же посмотреть, вот, собственно, судебную, по сути, историю, да, своих контрагентов в том числе. То есть, если у вас есть счет в банке, можно посмотреть, что происходит в банке. Если вам предлагают какие-то интересные условия какого-то договора или контракта, можно посмотреть, а не банкротится ли эта фирма, к примеру, а нет ли к ней каких-то предъявленных и удовлетворенных, тем более судом, каких-то финансовых или каких-то еще требований, для того, чтобы понять, насколько можно ей доверять, какие, как-то спрогнозировать, какие финансовые сложности у этой компании могут возникнуть, да, вот такого рода же тоже возможно получить информацию. Да, вы правы, мы когда создавали систему, она сейчас называется картотека арбитражных дел, ее цель-то была открыть судебную историю, судебные акты, судебные документы. Игорь, перебью вас, мы об этом обязательно поговорим, сейчас мы привремся и выслушаем новости, потом продолжим нашу тему. Итак, формула права в прямом эфире, мы обсуждаем сегодня электронные государственные услуги. У меня в гостях Игорь Соловьев, начальник управления информатизацией связи Высшего арбитражного суда Российской Федерации. До новостей мы обсуждали вопрос о том, каким образом можно отслеживать дела своей компании, какую информацию можно получить при помощи сайта, который реализован, точнее, при помощи системы, которую можно посмотреть, ну, в первую очередь, на сайте Высшего арбитражного суда. Но, кстати, хочу сказать, что на сайте любого суда, естественно, есть ссылка на эту базу данных, она не принадлежит какому-то конкретному суду, она по всей Российской Федерации. Но я хочу отвлечься от этого момента, потому что у нас на сайте есть вопросы, вопросы именно к Вам. Спрашивает Михаил, можно ли подать документ, ну, как я понимаю, наверное, в арбитражный суд, подписанный ЭЦП, электронной цифровой подписью? Если да, их проверяет человек или автоматика? Вот как ответить? Ну, я бы ответил немножко по-другому, не в прямую. Мы как раз создавая эту систему электронной подачи документов, она носит название «Мой Арбитр», кстати, и сайт у нее такой же «Мой Арбитр.рум». Создавая систему очень легкой подачи. Не нужно проходить сложную систему регистрации, не нужно получать, вот как на госуслугах, потом ждать конвертик с каким-то кодом активации и так далее. Достаточно указать свой электронный адрес, несколько данных о себе и все, и подавайте документы. Идея подачи документов в том, что Вы бумажные документы все равно имеете как таковые, но для того, чтобы условно исключить из этой процедуры почту, Вы их сканируете у себя дома или в офисе и предоставляете их в электронном виде в формате PDF в арбитражный суд. Судья, соответственно, их видит, смотрит, он может их распечатать, а потом, если ему необходимо, он может попросить у Вас оригиналы. Но уже в судебном заседании. Да, в судебном заседании. То есть просто не нужно идти на почту, в суд и создавать там массовку. То есть пока идея этой системы — это убрать вот эту прослойку, когда не нужно идти на почту. И я могу сказать, что за два года было таким образом подано 2,5 миллиона документов. Что касается прямого вопроса, электронная подпись, мы ожидали, что с 1 января, по-моему, 13-го года заработает универсальная электронная карта, и мы начнем вводить повсеместные электронные подписи, и, соответственно, там уйдем от вот этой процедуры сканирования. Тогда документы будут подаваться в электронном виде с помощью подписи, и судья в этот момент уже не сможет попросить Вас оригинал, потому что оригинал у нее будет или у него будет на руках. В настоящий момент таких документов крайне мало, и надо сказать, что эта процедура пока на уровне вот такого внимания проходит. То есть документы, поданные с помощью электронных подписей, есть, но, я не знаю, их единицы, исходя из 2,5 миллионов, там единицы. И пока система, мой арбитр, не позволяет в классическом режиме подавать документы вот так вот, все равно нужен отсканированный документ, она требует этот PDF-документ. То есть не совсем еще мы достигли того уровня, что документы, подписанные электронной подписью, можно подавать через эту систему. Но в суд их можно принести. Можно принести на диски или на флешки, сдать в электронном виде, можно через канцелярию. Но, повторюсь, мы сейчас будем активно развиваться в 2013 году и вводить электронные подписи. Ну, просто здесь вот мой такой личный комментарий, все-таки эта система должна быть направлена на любую техническую подготовку человека, который с ней работает. Потому что все-таки суд связан с юристами, и далеко не все из них с компьютерами на «ты». Я знаю великолепных своих коллег, замечательных, которые печатают-то уже быстро, потому что просто много лет прошло с тех пор, как, соответственно, компьютеры вошли в жизнь. Но все вот эти вот открываются файлы, файлы у них до сих пор сами закрываются, а компьютеры сами до сих пор что-то делают. И, собственно говоря, при этом юридический ум вот он один, а с компьютером тяжело. И в данной ситуации, конечно, на мой взгляд, в первую очередь система должна позволять работать с ней, людям разной подготовки. Они не всем даже, может быть, понимают сейчас вот из наших слушателей, что такое электронно-цифровая подпись, как она получается и вообще как ее реализовывается, что сделать, чтобы она у тебя вдруг стала или появилась. Да, вы правы, потому что наша задача была сделать систему доступной, ведь арбитражная система, ну или вообще судебная система должна быть открытой и доступной. Да, и это очень важно, чтобы не было заградительно каких-то препонов, когда вы должны проходить какие-то авторизации, еще что-то, еще что-то там получать отдельно. Пожалуйста, работайте, работайте в любое время, когда вам заблагорассудится. Мы считаем, опять же, что сканеры перестали быть чем-то таким сложным устройством. Они есть сейчас, ну, в любой организации, в принципе, они сами недорогие уже, да, и даже физические лица могут их приобрести. Но, надо заметить, в арбитраж приходят люди, которые ведут некоторый бизнес, соответственно, опять же, без интернета, наверное, сейчас тоже сложно уже представить бизнес. Ну и поэтому мы решили, что те устройства уже есть, соответственно, бумага все равно присутствует, как бы их сканировали, к нам прислали, мы начали работать. Но это первый этап. Безусловно, дальше мы, видя о том, что все же в электронном виде подается документов не так много, то есть 2,5 миллиона это небольшие цифры для нас, у нас их, наверное, больше 10-15 миллионов документов в год приходят, то мы, конечно, будем пропагандировать электронную подачу, потому что мы считаем за ней будущее, и у нас есть определенные планы, так сказать, ввести... Пробок меньше будет. Да, обязательно электронную подачу, то есть запрет бумажной подачи мы планируем. Мы хотели бы начать это с государственных органов, потому что у нас 30% наших клиентов, скажем, это госорганы. Поэтому, конечно, мы рассчитываем, что они будут первые, кто будут полностью подавать в электронном виде, ну а дальше попытаться это ввести в виде изменений в законы, которые будут регламентировать то исключительно электронную подачу. Ну, я, кстати, здесь хотела бы тоже свой комментарий сделать, в каком смысле? У нас же изменился арбитражный процессуальный кодекс, и в том числе немаловажная роль в изменениях, кстати, система Arbiter.ru, да, и в частности вот то, что CAD Arbiter.ru, электронный страж, если я сейчас в понятиях запутаюсь, вы меня поправьте, но тем не менее у нас в арбитражном процессуальном кодексе, то есть уже в законе идет четкая взаимосвязь и жесткая взаимосвязь именно с этой электронной базой данных. В какой форме? Я напомню нашим слушателям, что когда поступает против какой-то компании или с участием какой-то компании исковое заявление, заявление сейчас не в форме обсуждаем процесса, а сам факт, что вы привлекаетесь к участию в арбитражном деле. В этой ситуации суд, когда принимает уже к производству эти документы поступившие, он выносит соответствующее определение, это определение должен компании направить, всем участникам этого дела он должен направить. Но если раньше каждое судебное заседание, вот отложилось дело или было собеседование, назначили судебное заседание, должен был суд напечатать новую бумагу под названием определения, указать там дату, время, место и опять же почту и направить каждому участнику. Сейчас все по-другому, по-другому в силу закона. Надлежащим считается извещение, которое размещено в электронной этой базе данных. То есть самое первое извещение приходит, да, действительно в бумаге, это на случай тех, кто не отслеживает, как мы сегодня обсуждали дела своей компании, вот с точки зрения арбитражных судов, да, приходит по почте. После чего по почте вам уже не придет. То есть уже вы сами все равно обязаны, если хотите следить за своим делом, подписаться на это дело, скажем так, зайти в систему базы данных, либо не подписаться, а просто заходить там периодически, смотреть, как вам удобнее. Тут уже, на мой взгляд, удобнее подписаться, чтобы тебя извещало просто по почте. У вас там новая запись какая-то в деле. И каждая вот эта новая запись, в том числе записи о назначенных судебных заседаниях, является надлежащим уведомлением, и судьи уже не должны вот эту бумагу отправлять. Замечательная вещь, в каком плане? Я помню, что когда вот этого не было, и судьи должны были отправлять каждое определение по почте, а почта, особенно судебная, она вообще ходит, я не знаю, с какой скоростью, мне кажется, судебная почта самая медленная почта в мире, потому что, наверное, за границу и обратно можно прислать документ уже, вернуть друг другу обычной почтой, не курьерской, а судебной еще не дойдет. Не знаю, почему так, но вот по практике я смотрю даты отправки, когда суд на почту сдал этот конверт, и когда я его физически получил, проходит, ну, явно не три дня, откровенно говоря. Вот, это не к вам совершенно. Но, тем не менее, получалось как, в судебном заседании не могли отложить дело, например, через неделю, через полторы. Почему? Кто-то не явился, он же почту не получит, не будет извещен. А сейчас достаточно разместить все это на сайте, фактически, вот в этой базе данных, и он будет уже надлежащим образом извещен. Да, совершенно верно. Совершенно фантастическая вещь. Почта не судебная, а почта России. Судебная здесь у нас нет. Я не оговорилась, это было не совсем корректно, в каком плане. Мне всегда пишется судебная. Очевидно, это почта России, но это судебная корреспонденция. Вот что я имела в виду. У нее свои там принципы хранения, они 7 дней, они месяц хранятся или еще что-то. Ну, естественно, это не почта, которую суды сами себе организовали, это почта России. Да, и вы правы, что я просто хотел сделать комментарий, что скорость сейчас публикации документов в этой системе, картотека, в течение 24 часов после принятия судом документ обязательно размещается в этой системе. Все происходит автоматически. То есть у нас никакого людского взаимодействия нет. То есть нельзя не опубликовать документ. Как только его судья подписал в электронной системе, у себя внутри в суда, он тут же появится в течение суток, а информация приходит даже раньше. То есть сам документ 24 часа, информация о принятом документе каждые 2 часа. То есть у нас по всей системе, по России мы собираем каждые 2 часа информацию вот об изменениях в движении дел, например. Это очень удобно. И, как комментарий, 200 тысяч человек ежедневно посещают этот ресурс. Ну, я думаю, что это малая часть из тех, кому это было бы интересно, и кто заглянет на ваши ресурсы, в том числе и после нашей программы. 200 тысяч человек — это хорошее. Но, тем не менее, мы же помним, что это по всей России, и мы вот уже почти полчаса обсуждаем вашу систему, обсудили-то далеко не все. И сейчас у нас тоже осталось 2 минуты до новостей, но, тем не менее, все равно немножечко затронем этот момент, который мы так и не обсудили до предыдущего блока новостей. Момент, связанный с тем, что можно изучить, во-первых, судебную практику для юристов в мега-подспоре, потому что ваш банк данных, который у вас размещен, любой судебный акт, я хотел сказать, решение на самом деле нет, любой именно судебный акт, это может быть и определение, и, собственно, у вышестоящих судов тоже они разные формы имеют, тем не менее, можно его изучить, найти по ключевым словам. Если интересует человека просто практика по категории дел, он выбирает какие-то ключевые слова, ищет. Если человек интересует практика по фирме, он заходит чуть-чуть в другую систему, к примеру, хотя, может, и в этом банке тоже, но более, наверное, эффективно зайти уже в систему, в которой дела смотрят их участников, и посмотреть конкретно, в каких делах эта компания была участником, и нет ли у этой компании сейчас каких-то процессов. Это может быть интересно не только с точки зрения себя лично и своей компании или своей фамилии, это может быть интересно, в первую очередь, с точки зрения контрагентов. Я вот такой юридический момент хотела сказать. Дело в том, что особенно в налоговых правоотношениях, в некоторых ситуациях оспаривания сделки, в том числе и в налоговых ситуациях, опять же, смотрят на добросовестность контрагента. И в данной ситуации вот один из способов проверить эту добросовестность, действительно, реальный способ, и не вставая за компьютер, потратив минимум времени, это заглянуть в базу данных высшего арбитражного суда, посмотреть, что у него там есть, вообще не находится он как минимум, например, в стадии ликвидации сегодня, какие у него есть суды, ведет ли он действительно активную деятельность или не ведет. И, насколько я знаю, сейчас этой базы данных, такое тоже косвенное приложение, очень активно пользуются не только в своем бизнесе сами компании или юристы, но очень активно пользуются еще и банки, которые при решении вопроса о выдаче кредитов, они проверяют, участвуют ли компания в судебных процессах. Выслушаем сейчас блок новостей и вернемся к обсуждению этого вопроса. Мы продолжаем беседу, обсуждаем сегодня электронные государственные услуги. У меня в гостях Игорь Соловьев, начальник управления информатизацией связи Высшего арбитражного суда Российской Федерации. И, собственно говоря, какие-то основные моменты мы обсудили, я хотела сейчас отвлечься на секунду от сайта арбитражного суда, от всей системы арбитражных судов и электронных услуг и сказать, раз уж мы заговорили о проверке добросовестности контрагента и, в принципе, получении определенной информации, обратить внимание наших слушателей на то, что есть и такой сайт, как налог.ру, это сайт, собственно говоря, федеральной службы, да, нашей налоговой, которая тоже обладает рядом электронных ресурсов и электронных служб. Вот одна из них, во-первых, это возможность заказать выписку с ИГРЛ, о которых тоже, так же, как раньше надо было в суд ехать ножками и что-то сдавать, да, точно так же нужно было приехать в налоговую инспекцию, сдать сначала документ, потом подождать, на память скажу, по-моему, 5 рабочих дней, могу ошибаться в днях, но тем не менее, и после этого приехать еще раз и получить. Сейчас все можно сделать гораздо проще, сейчас можно сделать заявку на ИГРЛ, выбрать форму, в которой хочешь получить эту выписку, форма электронная, форма бумажная, хоть по почте, да, и, собственно говоря, получить этот документ. И аналогично можно в Росреестре заказать выписку из ИГРП, да, то есть это выписка о правообладателях на конкретный объект недвижимости, точно так же можно заказать ее через сайт, только уже не налог.ру, а росреестр.ру, это сайт Росреестр непосредственно, и после этого получить по почте, если вам нужно по почте, хотите в электронной форме, получить в электронной форме, в зависимости от цели, если вам куда-то нужно принести с печатью синий, конечно, по почте надо заказывать, если вам нужно информационное, то можно и в электронной форме получить. В общем, сложностей никаких нет. Очень многие вещи, которые мы привыкли делать раньше ногами, сами ходить или, соответственно, сотрудников отправлять для того, чтобы они какие-то вот эти вот итерации, уж не знаю, действия совершили, создавали пробки и очередь, как я говорю, в том числе. Но сейчас это можно сделать, вот не отходя от кассы, грубо говоря, точнее, не отходя от компьютера. И, кстати, на сайте налог.ру тоже для наших слушателей хотел сказать, что помимо самой выписки из EGRL, можно, там есть такой электронный сервис, который называется «Проверь себя и контрагента». И сделан он был задолго до того, как вот, если выписку можно заказать относительно недавно, то «Проверь себя и контрагент» — это достаточно старая услуга сайта налог.ру, в процессе которой можно посмотреть интересующую вас компанию, существует ли она сейчас, где у нее юридический адрес, там очень урезанная, это не выписка совсем, очень урезанная информация, но, тем не менее, можно посмотреть, когда у нее были последние изменения в данных о фирме, в ее регистрационном деле в налоговой инспекции, можно посмотреть, не находится ли эта фирма, опять же, в стадии, например, добровольной ликвидации, потому что не любая ликвидация попадает в арбитражный суд у нас, да, и мы могли посмотреть через базу данных арбитражного суда. Я напомню нашим слушателям телефон студии 651099, 6, код Москвы 495, комментарии, вопросы можно также написать на сайте финам.фм. Мы сегодня общаемся с Игорем Соловьем, начальником управления информатизации связи высшего арбитражного суда и обсуждаем электронные государственные услуги. Возвращаясь к сайту и ко всей системе, все время говорю сайт, потому что мне привычно, так говорит, сайт arbiter.ru, а там есть ссылка на электронные, соответственно, возможности и уже на все непосредственно то, что мы обсуждаем сегодня. Но, тем не менее, вот ко всей этой системе возвращаясь, даже это не одна система, а много систем, мы обсудили, что можно, во-первых, подать документы и в планах существует ввести обязательную подачу в будущем. Сейчас пока этого нет, но сама функция работает, уже проверена. И систему возможность отслеживать, во-первых, по своей компании, по любой интересующей вас компании, и не только по компании самой, но и по тем делам, которые уже находятся в производстве, когда такое дело поставлено отслеживание, кстати, с минимальной регистрацией, то есть буквально имейл, по-моему, да, мне кажется, больше ничего не требуется. Соответственно, вам будет приходить практически в режиме реального времени, задержка составляет максимум 24 часа, как мы сегодня обсудили, все изменения и все новости, которые либо по этому делу, либо по этой компании, например, новое дело появилось, вы сразу об этом узнали, прочитав ваш почтовый ящик. Плюс мы еще обсудили, что есть база данных судебных актов, фактически, где можно изучить с различной точки зрения и посмотреть, как аналогичные дела уже были решены арбитражными судами, и посмотреть, как дела были решены в отношении конкретных компаний, например, да, или групп лиц, то есть вот это все можно изучить. И, кстати, между прочим, достаточно важный такой момент для тех, кто себе выбирает, может быть, представителей или сотрудников компанию, пользуясь этим сервисом, можно ввести фамилию в качестве одного из ключевого слова фамилии участника, и по тексту будет произведен поиск, и, возможно, вы сможете ознакомиться с судебными актами, принятыми с участием тех людей, которых вы, ну, которые вас интересуют, уже физических лиц, это действительно может быть юрист при приеме компании, либо юрист, которого вы думаете пригласить для ведения дела в вашей компании, или тот же адвокат, в общем, все это можно посмотреть. Мы все стали прозрачные, я хочу сказать. Все дела, которые мы выиграли, это хорошо, и проиграли, это плохо, но, тем не менее, с ними, со всеми уже действительно можно ознакомиться. Напомню, что мы обсуждаем сегодня электронные государственные услуги, и у нас есть на связи, насколько я знаю, Андрей, слушаем звоночек. Здравствуйте, скажите, я уже вот второй раз задаю вопрос, и я хочу узнать, юридический адрес или почтовый адрес одной фирмы, она находится в Подмосковье, могу ли я воспользоваться вашей услугой вот этой вот по сайту и достоверность этой информации. Ну, смотрите, Андрей, спасибо за вопрос, я сразу, наверное, начну, а Игорь продолжит. Дело в том, что та система, которую мы сейчас обсуждаем непосредственно, арбитражных судов, в ней вы можете посмотреть, по сути, информацию о судебных делах с участием компаний с таким названием, и не более того, если вы введете, например, одно слово, а у какой-то организации из нескольких слов название, одно из них вот это, вы можете получить много информации, да, или много компаний. Если вы хотите адрес узнать, именно адрес, вот то, о чем я говорила чуть раньше, мне кажется, что вам логично обратиться на сайт налог.ру, и там в разделе электронные услуги, у меня просто сайт этот сейчас даже перед глазами открыт, находится с правой стороны заглавной страницы, немножко полистать буквально одну страничку вот именно этого блока электронной услуги, и там вы увидите вот этот сервис, который позволяет, собственно говоря, «Проверь себя и контрагенты», который позволяет вам ввести одно из, один из реквизитов этой фирмы, это может быть название. По названию сложнее, почему искать? Мы ведем там, ну, условно сразу хочу сказать, любые совпадения, случайные, о, ромашка, да, у нас может по всей России оказаться и ромашек много, и будут еще ромашки плюс, и белые ромашки, и зеленые, это все вы увидите, у вас может несколько листов оказаться информации, но если вдруг вы знаете ИНН этой компании, ОГРН этой компании, вот в этой ситуации вообще вам будет гораздо проще вести этот поиск, и вы увидите даже не в официальной выписке из ЮГРЛ на сегодняшний день, которую, кстати, тоже можно заказать при помощи сайта налог.ру, но вы увидите прям сразу на своем мониторе тот адрес, который сейчас у данной компании юридически. Ну, а почтовый адрес тут сложнее, почтовый адрес все-таки не регистрируется в органах налоговых, поэтому такую информацию с сайта вы не получите, ну, здесь уже только в общем порядке искать какую-то информацию об этой компании, может быть, где-то вы найдете ее сайт этой компании, или обсуждение этой компании, где-то будет какой-то почтовый адрес, но я хочу для наших слушателей сразу всем сказать, что если вы хотите отправить какое-то официальное письмо компании, то вам нужно в первую очередь не почтовым адресом ее интересоваться, а адресом, который юридический, потому что компания любая должна сама нести перед собой, по сути, ответственность за то, чтобы она получала почту по своему юридическому адресу, даже если по той или иной причине она не находится там и физически находится где-то в другом месте. Поэтому здесь вот на данный вопрос так могу ответить. Игорь, добавите что-то? Ну, я добавлю только то, что вы совершенно правы. Для вопрошающего достаточно... Не ту систему просто он захотел использовать, да? Да, налог.ру, а я скажу следующее, что мы сейчас интегрируемся с этой системой, и в будущем будет достаточно набрать ИНН-компании, против которой вы подаете документы, или своей компании. И посмотреть сразу все. Да, и мы будем запрашивать на налоговую инспекцию автоматически проставлять адрес юридический, потому что сейчас вы тоже совершенно верны, изменения в ВПК внесены, и, соответственно, все судебные документы направляются только по юридическому адресу, который указан в выписке. А она стала обязательной при подаче искового заявления. Вот я договорюсь, что мы в будущем, я думаю, что уже в 2013 году, будем автоматически их тоже получать. Мы уже технически все сделали, с инспекцией работаем, с ФНС главной. Соответственно, у нас этот процесс уже запущен. Нам сейчас осталось документально подтвердить это соглашение, и у нас судьи будут получать тоже все эти выписки, поэтому человеку не потребуется в будущем даже распечатку с сайта брать. Мы за него это все сделаем. Ему только важно указать правильно ИНН и ОГРН. То есть, отвечая на вопрос нашего слушателя, можно сказать, что пока неэффективно искать адрес через систему арбитражных судов, но в будущем, в связи с тем, что вы вот так вот интегрируете, возможно, что действительно и через вашу систему можно будет тут же посмотреть адрес организации. На самом деле, вот эта новость, которую мне сказали, но для меня она новость, я этого не знала, совершенно потрясающая вещь, потому что сейчас в связи с теми же изменениями ВПК, которые были внесены, для того, чтобы подать любой иск, жалобу, все что угодно, нужно обязательно принести выписку из ЮГРЛ, причем давностью не более 30 дней, по-моему, месяца. Это должна быть относительно свежая выписка по АПК. И в любом случае нужно либо через налог.ру заказывать, либо идти, как раньше мы шли, пешком в налоговую инспекцию и эту выписку получать. И если, опять же, уменьшится количество бумажной работы за счет того, что между собой сам суд сможет запросить информацию налоговую, получить, и нам не нужно будет ногами, руками или как-то еще носить. Но, с другой стороны, подумал о том, за выписку-то мы платим. То есть сейчас все участники госпошлина оплачивают за то, чтобы эту выписку принести, потом они, конечно, ее оплачивать не будут. Но с точки зрения удобства, фантастическая вещь, которую вы сказали, совершенно замечательная. А вот тогда, может быть, Игорь, скажите нам какие-то еще новости, которые планируются по развитию этой системы? Ну, я скажу, мы с сентября месяца у нас введена процедура упрощенного судопроизводства. Внесением изменений в ЭПК до определенной суммы дела рассматриваются немножко в ином режиме. И вот самое главное, что теперь материалы дел, а именно те документы, которые представляют реальные стороны, они сканируются судом, переводятся их в электронный вид и размещаются в системе картотека арбитражных дел. Ну, не для всех, безусловно, а только для участников спора. Они могут получить доступ, специальный код высылается. Код высылается в первом вот этом бумажном определении. То есть достаточно ввести, и действительно уже, не приходя в суд, можно знакомиться с материалами дела, что крайне важно в этой упрощенной процедуре, потому что она не предусматривает физического присутствия стороны в суде. А когда можно будет участвовать в суде, не приходя в суд? Вот у меня мечта такая, с нашими пробками московскими, у меня, честно говоря, мечта, возможности в виде каких-то конференций или чего-то еще. Я даже, в общем, наверное, серьезно-то над этим задумалась, но каждый раз стоя в пробках в очередной раз, или когда эта пробка столь значительна, что думаешь, боже, я сейчас опоздаю в суд, и начинаешь уже совсем переживать на эту тему, я все время думаю, когда? Когда можно будет не приходить в суд совсем? Ну, наверное, это наша мечта. Мы тоже, когда в 2006 году планировали вот эту систему электронное правосудие, это как бы общее название, мы себе поставили такую задачу, что в конце концов можно будет из офиса принять участие в судебном заседании. И, наверное, эта мечта должна осуществиться, я считаю. Вся пока проблема в том, как идентифицировать вот это лицо, говорящее на видеокамеру, находящееся не в суде. Но мы сделали уже сейчас первый шаг, это видеоконференция в судебном заседании. Пожалуйста, вы можете прийти в ближайший суд, это очень хорошо, когда у вас суд находится удаленно, вернее, как бы, допустим, вы из Владивостока хотите посудиться в Москве, или наоборот. Вы приходите в ближайший суд, и через видеоконференцию принимаете участие в судебном заседании. То есть лететь не надо, ехать, тем более каждый раз. Бандировки, гостиницы, расходы, опять же, уменьшаются у компании на представителя. То есть достаточно прийти в ближайший, там, условно, свой родной суд, находящийся в городе, и принять участие, например, у нас президиумы иногда так проходят, стороны не являются в заседании президиума. Но сидят в своих судах, ну, в принципе, не сидят, а приходят в судебное заседание. Ну, по крайней мере, их полномочия и личность там проверили. Да, то есть то, что мы говорим, когда мы сидим в офисе, тут куда паспорт или удостоверение? Поэтому мы, опять же, рассчитывали, что если будет вот это единое... Игорь, перебью, потому что у нас сейчас будут новости, но мы продолжим обязательно буквально через пару минут. Мы продолжаем обсуждать тему электронной государственной услуги. Напомню, что гостем студии сегодня у нас является Игорь Соловьев, начальник управления информатизации связи Высшего арбитражного суда. И, собственно говоря, сразу скажу, что в моих планах, когда я задумывала эту программу, было дать много информации нашим слушателям вообще, в принципе, по тем государственным услугам. Еще есть сайт госуслуги совершенно, который, мне кажется, за программу даже не перечислишь, что он может делать в электронном виде, какие сервисы предоставлять. Но, тем не менее, настолько интересно вот это для меня, я думаю, что для наших слушателей, потому что проблема заключается в том, что никто не может быть застрахован теоретически заранее от того, что на него его контрагент подаст суд. Обоснованно, необоснованно. Но если компания или даже предприниматель, или даже физическое лицо в определенных ситуациях, они тоже относятся к подсудности арбитражных судов, ведут, тем не менее, некую бизнес-деятельность, то застрахованным от того, что ты окажешься участником судебного процесса, быть никак нельзя. И вот мы сейчас обсуждаем как раз эту электронную систему, которая позволяет получать и вовремя узнать об этом, получать море информации. И у меня здесь вот высвечивается сообщение, которое нам наш слушатель задал на сайте. Михаил спрашивает, а как вы тогда проверяете, что я — это я, и что тогда мешает подать фальшивые документы чужого имени? Вот, Игорь, вам вопрос. Ну, мы обсуждали немножко ранее, что судья в любом случае будет смотреть оригиналы документов. Поэтому здесь инициация иска возможна, но сами документы, которые придут в суд, судья обычно всегда просят оригиналы, безусловно. Ну, то есть в любом случае подача документов заранее избавляет вас просто от того, что вы едете, идете на почту, на почту тоже никто не смотрит, что вы это вы, откровенно говоря, запаковал в конверт, отдал курьеру, и он отнес, и паспорта его никто не спросил. Поэтому здесь просто функции почты, да, доставки до суда. Но это не избавляет вас от необходимости явиться, например, в суд, в суде продемонстрировать свои полномочия и документы, удостоверяющие личность, и по требованию суда предоставить оригиналы тех документов, которые были отсканированы. Да, совершенно верно, потому что вы совершенно правы, что можно и сейчас за другое лицо подать документы в конверте или принести их в суд. Никто не проверяет, вы это или вы. Ну вот, между прочим, в судах арбитражных, ну, я работаю сколько сейчас, на память лет 12, вот никогда не просили документ тех людей, которые приносят просто бумаги. В отличие от судов общей юрисдикции, в которые ты курьера вот так просто не отправишь, у него просто не примут эти документы, то есть нужно самому выдавать доверенность или каким-то иным способом, или просто самому ввести эти документы, потому что как раз в судах общей юрисдикции в канцелярии 10 раз проверят твое удостоверение или твой паспорт, прежде чем какую-то бумагу у тебя возьмут. Ну, у нас немножко по-другому, мы более открыто доступны, да, доступнее. А вот раз затронули эту тему, Игорь, очень хочется спросить. Мы обсуждаем сегодня много системы, потому что их в общем целом много, несколько, которые реализованы в системе арбитражных судов, а вот в системе судов общей юрисдикции. Там тоже есть государственно автоматизированная система правосудия, которая называется, да, и есть, собственно говоря, у каждого суда свой, они похожие, одинаковый сайт. На этом сайте, собственно, существует определенная электронная база данных тех дел, которые находятся в производстве этого суда, и можно теоретически по фамилии поискать и получить информацию, но то, что я как практик заметила, ну, во-первых, система совсем другая. Самое главное, невозможно отслеживать. Понятно, что гораздо сложнее у физических лиц отслеживать масса повторящихся фамилий, ну, хотя бы по адресам там, или какой-то ввести обязательный НН человека, я не знаю, ну, какой-то, как минимум, адрес, или год рождения адрес, совокупность каких-то признаков, которые определяют конкретного человека, но сейчас, в принципе, никак, даже если у тебя эксклюзивная фамилия редкая, невозможно у сайтов общей юрисдикции отследить, что на тебя где-то подали в суд. А у нас подсудность не всегда говорит о том, что по месту нахождения ответчика обязательно должно рассматриваться дело, оно может рассматриваться в ряде случаев, по сути, где угодно, может быть, договорная подсудность, а никогда не знаешь, вдруг кто-то подделал, как вот у нас слушатель, спрашивает документы, решил с тобой отсудиться за, там, 5000 километров в каком-то суде, ты и узнает, не узнал, а потом узнает, что когда решение вступило в законную силу. Соответственно, вот эти моменты никак отследить невозможно. Первое. Второе. Нет такой открытости в судебных актах. В некоторых судах выкладывают, я сейчас говорю именно о районных судах, в некоторых судах выкладывают судебные акты, но не сказать, чтобы обязательный поиск среди них производить достаточно проблематично, сложнее, по крайней мере, а многие просто не выкладывают. И самое главное, что посмотреть информацию в судебном процессе, она не всегда так актуальна, как это в арбитражном суде, но можно только, если ты знаешь, кто участник, хотя бы фамилию, и суд, в котором все это происходит. Сразу по всем судам, как в арбитражной системе, произвести поиск нельзя. Тем не менее, можно массу информации получить, но не так открыто, не то, о чем мы с вами говорили. Мне хотелось спросить, Игорь, а вот у вас уже обкатанная система, которая по судам всей Российской Федерации. Конечно, их меньше, намного, чем судов общей юрисдикции. Но сама по себе система реально обкатанная и действующая, фантастически действующая. Почему нельзя ее как-то переложить на районные суды, чтобы все те же функции и всю эту же пользу, не только для бизнес-сообщества, по сути, но и для обычных граждан. Это один из самых популярных вопросов у нас всегда. Волнуют, потому что. Почему-то две разные системы, немножко судебные системы, а информатизация на разном уровне. Ну, наверное, здесь можно не искать причины. Наверное, они, наверное, есть и всегда будут. Мне кажется, что мы стали развиваться более динамично. Система госправосудия в не очень глубокие корни. Ей там более 10-12 лет, она создавалась еще в прошлом периоде, скажем, такого технологического развития. Сейчас мы более активны, более динамичны. Наверное, может быть, из-за наших размеров. Нас в 30 раз меньше, чем судов общей юрисдикции. Но я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие 2-3 года, может быть, 4, там будет в судах общей юрисдикции будет не хуже, чем у нас, а может быть, даже лучше, если мы не сделаем ничего лучше, чем у них. Поэтому я думаю, что здесь нет. Ну, то есть все-таки развитие в этой области есть. Потому что очень часто бывает, работаешь по делу, связанному с арбитражем, заходишь в систему, что-то смотришь, получаешь вот эту массу бонусов информационных. После этого у тебя в руках оказывается дело, связанное с судом общей юрисдикции. Оно тоже, кстати, может быть связано с бизнесом, просто определенное в определенных ситуациях, посудность другого вида судов. И ты думаешь, господи, как же это найти? Уже сидишь и понимаешь, что вот, ну, хочется уже, хочется, если уже что-то хорошее тебе однажды дали, да? Потрогать, пощупать, попользоваться. Я думаю, что это тоже все исполнится, все будет так же не хуже, как у нас. А я еще хотел добавить, что мы еще больше будем тоже открываться. В ближайшее время в планах опубликовывать все аудиозаписи в открытом доступе. А вы знаете, у нас ведется аудиозапись всех судебных процессов, опять же, по закону положено. И мы будем их публиковать для всех желающих в этой же системе картотека арбитражных дел. Потрясающе, потому что очень часто, вот, например, мы как представители тоже не знала, это от вас вот эта вот новость услышала, и очень этому рада. Во-первых, в принципе, вся вот эта открытость и возможность, я со своей, может, субъективной точки зрения, хотя я думаю, что это интересно и нашим слушателям обязательно должно быть, с точки зрения, по большому счету, контроля качества работы юристов, которые приходят в суд. Потому что я думаю, что и суду, наверное, тоже, когда что-то в суде происходит не очень качественно, не буду сейчас записывать, да, хочется, наверное, всем участникам процесса, и суду тоже, и всем сторонам, чтобы профессиональные юристы участвовали проще работать тогда, да, особенно арбитражным судам, которые, в принципе, менее склонны к тому, чтобы свидетелей заслушать, да, все-таки это больше документы, сухие документы, нормы права, вот такого рода доказательства. И здесь с другой точки зрения можно посмотреть. Очень часто мы же для чего записываем, в принципе, все эти действия, которые происходят в судебном заседании, даже для себя, несмотря на то, что можно, да, приехать и на диск, или на флешку записать уже сейчас, это позволяется. Раньше вообще не было такого обязательного записи самим судом протокола, не протокола, в общем, самого судебного заседания. Но главное, чтобы, во-первых, человек потом не отказался в каких-то ситуациях, другая сторона, да, если она делает какие-то заявления или еще что-то от своих слов. И второй момент, который связан с тем, что нередко нужно доверителю своему дать послушать, что происходило в судебном заседании. Но это далеко не всегда происходит. А если действительно все эти записи будут выкладываться в интернет, во-первых, можно будет послушать, как выступает тот или иной адвокат, например, или юрист, или кто угодно, посмотреть, как он это вообще делает в суде, первое. Во-вторых, не нужно будет, в принципе, ехать в суд, если нужна эта запись, для доказательственных целей в какой-то ситуации, для целей, чтобы действительно доверитель послушал. Слушать не только с точки зрения того, как представитель там работает, а просто масса вопросов, какие вопросы обсуждаются. То есть это фантастическая вещь, если это все действительно можно будет в интернете получить и посмотреть. А вообще вот мы сегодня, вы сказали, что по делам упрощенного производства выкладываются и присылается код сторонам процесса, и можно ознакомиться с материалами дела, тоже сидя за компьютером. А по всем делам это не планируется. Мы думаем, мы думаем. Я думаю, что этот процесс не так быстро, но уже сейчас 40% дел попадает в рамки упрощенного судопроизводства. И я повторюсь, с сентября этого года это очень малый цикл развития, и мысли такие есть. Открыть для всех. Что бы еще хотелось, буквально недавно, то есть совсем прям недавно, на этой неделе получали решение суда, дополнительные копии по нескольким делам, которые были в производстве арбитражного суда и вышестоящих судов. Вот если бы так же, как выписка из ИГРЛ, или как, например, какой-то документ выписка из ИГРП из Росреестр, можно было бы получить по почте, оплатив и как-то авторизовавшись, допустим, тем же самым кодом, который изначально, в принципе, присваивается участникам процесса. В электронной форме подать, там же в электронной форме, там карточкой, к примеру, оплатить необходимую госпошлину. И, собственно говоря, просто ждать по почте вот этих документов было бы совершенно фантастически. Все равно тратим много времени, откровенно скажу, не по всем отделениям, я про Москву говорю, но тратим много времени для того, чтобы приехать и получить документы. Иногда бывает, что не получаешь. И то же самое с ознакомлением. Хороший вопрос, надо подумать. Я как раз услышал о том, и хотел сказать, что оплата госпошлина через карточку у нас тоже планируется, что идеальный вариант, как электронное правосудие, вы, не выходя из офиса, делаете все действия с судом. То есть суд — это инструмент, такой вот добрый инструмент ведения бизнеса. Когда нужна какая-то помощь, суда вы спокойно можете обратиться, оплатить прямо здесь. карточкой, подать документы, в принципе, поучаствовать в судебном заседании своего рабочего места и получить судебный акт в электронном виде. Игорь, вот буквально кратенько, потому что у нас осталось совсем немножко, полторы минуты, но на самом деле не совсем кратко, а в других странах. Вот наша система действительно в восторге. Я выражаю свое мнение, но я в восторге, как быстро и как много эта система позволяет нам реализовать, да, вот действительно путем электронных средств. А в других государствах? Ну я вот, мы посетили много стран, смотрели, и, конечно, какие-то вещи мы перенимали. Вот без ложной скромности скажу, что наша система лучшая в Европе. Я даже не сомневаюсь. Да, вот лучшая в Европе. Наиболее открытые — это в Соединенных Штатах, они публикуют и материалы дела, но за деньги. Там 10 центов за страницу. У нас это бесплатно. Опять же, ну можно с азиатами сравнить. Азия чуть-чуть впереди, чуть-чуть, вот по открытости. Но, в принципе, мы вот по Европе лучше. Я на самом деле думаю, что и за госпошлину, потому что мы понимаем прекрасно, что для того, если привезли в бумажной форме материалы дела, там листов 500, 600 тысяч, а то и больше, разные дела есть, да, многотомники в том числе, и их должен кто-то отсканировать. Это реально работа, которая действительно зависит от объема. Мне кажется, это логично, взимать госпошлину за возможность ознакомления, не приезжая в суд. Почему бы и нет, если она адекватная, конечно. Очень жаль, очень жаль мне, что у нас 10 секунд осталось от программы. Я еще раз напомню, что у нас сегодня обсуждалась тема электронной государственной услуги. Игорь Соловьев, начальник управления информатизации связи высшего арбитражного суда, был сегодня с нами. Спасибо. Слушайте нас. Спасибо. Спасибо.